Многие пассажиры не знают всего того, что может предоставляться на борту абсолютно бесплатно. Что уж и говорить, даже бывалые путешественники не всегда об этом в курсе, поэтому ниже приведенный список будет полезен абсолютно всем. На борту самолета бортпроводники обязаны предоставлять аксессуары для комфортного отдыха пассажира. В подобный комплект входят одноразовые слитки, тапочки однократного использования, маска для сна, плед, подушка. Амстердам, места, которые знают только местные какие-то авиакомпании даже предоставляют мини-косметичку, где содержится тюбик зубной пасты, одноразовая зубная щетка, расческа и даже крем для рук. Все это должно предоставляться независимо от продолжительности полета. Главное, об этом попросить. Как пройти в бизнес-зал аэропорта бесплатно, или почти бесплатно, если в самолеты подразумевается перекус или же полноценный обед, ужин, то, после того, как обслужат всех пассажиров, можно попросить добавку. Как правило, стюардессы и не отказывают и с удовольствием доносят дополнительный сэндвич. Можно ли провозить ноутбук в ручной кладе в самолеты если человеку недостаточно стаканчика воды, который обычно предлагают бортпроводники во время полета, то всегда есть выход попросить целую бутыль. Или же, как вариант, попросить налить воды, например, в свою спортивную бутылку. Если вдруг человеку, путешествующему с ребенком, нужно отлучиться в туалет, то он без всякого стеснения может попросить присмотреть за малышом бортпроводницу. Они точно не откажут. Кстати, также на многих рейсах предусмотрены специальные детские наборы, куда входят фломастеры, карандаши, альбомы, небольшие игры. Чаще всего их раздают деткам на более длительных рейсах, но в любом случае спросить имеет смысл. Если летит, к примеру, брезгливый человек, который сомневается протиралось ли его место после прежнего пассажира, то всегда можно обратиться к бортпроводнику с вопросом влажной уборки места. Если вдруг во время перелета застают врасплох какие-то недуги со здоровьем, головная боль, мигрень, спазмы, диарея, паниковать не стоит. Достаточно лишь обратиться к персоналу судна, медикаментов здесь предостаточно. Если человек и вовсе заскучал в полете, то можно попросить у персонала книги или журналы. На борту бывают свежие выпуски глянца. Если полет длится более трех часов и самолет при этом комфортабельный, то можно попросить включить фильм на персональном экране. Главное правило, которого нужно придерживаться везде, это быть вежливым. Такому пассажиру всегда будут рады помочь. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.